Но до того, как перейти к вопросам о транспортных услугах, сообщим о том, что в проекте решения, которое накануне было направлено в столичное горсобрание, есть долгожданное положение, направленное на поддержку тех семей, где случилось несчастье, и кто-то из членов семьи на какое-то время нуждается в ежедневном уходе. Речь здесь не о степени инвалидности, где действуют определенные утвержденные давно правила, а именно о временных сложностях, через которые вынуждена пройти семья, где один из ее членов ухаживает за другим. Статус ухаживающего подразумевает, что человек уходит с работы, потому что это полная нагрузка. То он может получать пособие, но, что еще важнее, он получит покрытие больничной кассой и продолжение стажа. То есть трудовой стаж не будет прерван, и также будет гарантирована медицинская страховка. Это гарантируется со стороны города. Что же до социального транспорта, то в настоящее время Таллин предлагает три вида таких услуг для людей с особыми потребностями. Маршрутные перевозки для регулярных поездок на работу и учебу или в социальные медицинские центры. Внеплановые перевозки, чтобы посетить подобные учреждения. И, наконец, услуга такси для личных поездок в пределах Таллина и туда-обратно на расстояние до 30 км от города. Город рассматривал вариант переведения услуги такси под контроль предприятия ТЛТ, что потребовало бы инвестиций, но в перспективе позволило бы оптимизировать расходы, сохраняя при этом качество на самом высоком уровне. Но, следуя своей политике открытости при решении важнейших вопросов, лишь после проведения опросов организации, объединяющих людей с недостатками здоровья, а также с самими пользователями услуг, Таллинн, разумеется, не только продолжит предлагать услуги социального транспорта в прежнем объеме и формате, но при этом и выберет наилучшего партнера для этой цели. Сегодня принято решение объявить новый конкурс на господставку со стороны города для того, чтобы найти партнера для предоставления услуг такса и извоза для людей с ограниченными возможностями. Параллельно мы продолжим работу, чтобы услуга эта была долгосрочной, безопасной и стабильной. За последние пять лет число получателей услуги социального транспорта в Таллине выросло на 40%, а ее бюджет увеличился в два с половиной раза. В текущем году на эти цели выделено 3 миллиона 200 тысяч евро. В прошлом году социальным транспортом пользовались почти 3700 человек. Поэтому городу необходимо найти гибкие способы оказания этой услуги даже при увеличении числа ее получателей. И можно не сомневаться, что оптимальный вариант будет найден. Илья Бань, Роман Васильев, Новости Таллина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова